МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18.30 в Новосибирске. Это время вечерних новостей на телеканале ОТС. В студии для вас работает Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От 200 до 900 жители региона недовольны разбросом цен на основные продукты питания. Чья лужа глубже, а яма шире? Почему дорожные службы не могут приступить к ремонту основных магистралей? Детский взгляд в прошлое. Новосибирские школьники сняли художественный фильм о Великой Отечественной войне. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Под контролем у власти или на совести поставщиков. С начала года цены на различные товары в нашем регионе взлетели. Несмотря на периодические проверки антимонопольной службы и антикризисную программу, жалобы на разброс цены и качества продуктов продолжают поступать от жителей области. Александр Могилин разбирался, почему в разных магазинах один и тот же товар стоит по-разному. Говядина. Средняя цена 323 рубля 59 копеек. При этом в торговле мы фиксируем цены от 200 до почти 900 рублей. Такой разброс региональное министерство торговли наблюдает практически по всем товарам. Больше всего подорожали говядина, овощи, рис, сахар, чай, медикаменты. 150 раз жители подавали жалобы на необоснованный, по их мнению, рост цен. Необоснованного повышения цен местными производителями и торговыми сетями не установлено. Единственное, мы рассмотрели два дела в отношении группы компаний. Это первая крупенная компания и безменовский элеваторный комплекс. Рассмотрены дела в марте этого года. Данным компаниям вынесены предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. В среднем товары в нашем регионе хоть и подорожали, но меньше, чем в целом по стране. Антикризисной программе областного правительства помогают продовольственные ярмарки. Мы поставили задачу с владельцами, как можно больше предоставить место мелкому бизнесу, личным подсобным хозяйствам. Обл.ПТС уже принял решение о снижении цен до 50% на предоставление этих мест. Найти товары подешевле также можно на социальных ярмарках. Гипермаркеты принимают дисконтные карты со скидкой для малоимущих. Федеральные торговые сети решили продлить совместное соглашение о сдерживании цен на самое необходимое. На 2-3 месяца, ближайшие на которые видна перспектива, как будет изменяться уровень цен на продукты питания, на продовольствие, наценки будут минимальные. Ну, они и сейчас такие. В отличие от федеральных торговых сетей, крупные региональные операторы не будут заключать официальное соглашение о фиксации цен на товары первой необходимости. Каждый участник рынка сам определит перечень наименований, рост стоимости на которых будет сдерживать. При этом никаких обязательств и гарантий. Все на совести магазинов и поставщиков. С поиском альтернативных недорогих производителей дела сложнее. Новым поставщикам крайне трудно войти в торговые сети, которые неохотно принимают новичков. Антикризисная программа регионального правительства должна помочь решить проблему. Но для этого нужно время. Александр Могилин, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Дороги в мегаполисе не ремонтируют из-за воды. Пока по магистралям реки текут, до ям не добраться. А завалы из сталого снега и грязи – препятствия для дворников. Есть ли выход из ситуации, когда начнут операцию «Чистый город», знает Елена Щербакова. Через лужи, ямы, кочки – и так каждый день. И так весь Новосибирск. Главная тема для обсуждения в пробке – почему дороги не ремонтируют. Виной всему вода. Латать мокрые дороги – бесполезное занятие. Мы выявляем места, где прошел ямочный ремонт, но при этом выявляются такие места, где прошли, ввиду того, что ямы заполнены водой. Оставили, да. Я считаю, что все-таки нужно на этом акцентировать внимание и приложить все меры, чтобы эти места отремонтировать. Ремонт будет, но только когда погода позволит. Пока она не дает даже помыть улицы. Чтобы начать помывку, нужны положительные температуры в ночной период, когда мы будем выполнять эти работы. Если помните, в прошлом году в Москве помыли улицы, ударил мороз – минус пять, и там было страшное количество аварий. Ежедневно дорожные службы вывозят около трех тысяч кубометров снега из Новосибирска. Это меньше, чем зимой, но цифры внушительны для весны. Перейти дорогу, не намочив ноги, пока, возможно, далеко не везде. На выходные в Синоптике ждут плюсовых температур даже ночью, а коммунальщики надеются, что уже в начале недели большинство дорог Новосибирска высохнут. Пока же сухо только в центре города. Через несколько дней на Красном проспекте начнут мыть тротуары, парковочные карманы и нанесут разметку. Коммунальщики заверяют, в начале мая город будет сиять. 18 апреля пройдет городской субботник. Одним решили не ограничиваться и провести повторный уже 25 апреля. Шанс сделать свой двор чистым будет у каждого. Елена Щербакова, Антон Мамаев, Новости ОТС. Продолжаем выпуск. Научные наработки испытают в полях. Сибирское отделение аграрной науки берет шефство над питье фермерскими хозяйствами. Проект рассчитан на три года. В него планируют вложить около трех миллионов рублей. Ирина Звягина подробно о том, как аграрии и ученые пришли к сотрудничеству. Вот так пшеница просыпается после зимы. Как говорит фермер Юрий Шелудяков, в холодное время зерно спит. Сейчас же нужно пробудить его способности к росту. Сил потребуется немало. Вот уже три года в хозяйстве внедряют так называемую нулевую технологию производства. Землю здесь не пашут. Влага сохраняется под соломой, остальное делает природа. Сегодня в конце концов надо считать, не сколько мы центров с гектара получаем, а сколько мы, наверное, денег получаем с гектара. Потому что сегодня финансовая сторона – это одна из главных. Потому что, я говорю, мы можем получить, например, и 40 центров, но себестоимость будет намного выше, чем цена реализации. Надо тоже к этому подходить. Юрий Шелудяков один из тех, кто сегодня готов работать с учеными. У него уже есть определенная технология. Заключен договор с Росфельхозакадемией. Даже деньги под сотрудничество рассчитаны. Словом, научных сотрудников на местных полях ждут с нетерпением. У них действительно есть очень много, но оно лежит как бы у них мертвым капиталом. Потому что они вот эту вот науку двигают у себя на делянках, которые делянка 100 квадратных метров. Ну как можно результат? Конечно, там 40-50 можно получить. А если бы они к нам притащили бы это в производство, если бы было уже на тысячах гектаров, тогда бы можно было уже результат, конечно, показывать конкретный. Чтобы получить результат от научных разработок, требуется время. Проект рассчитан на три года. В региональном Минсельхозе уже скоро обсудят детали финансирования. Предполагается, что хозяйство будет вкладывать 20% из собственных средств, остальное – затраты областного бюджета. Ирина Звягина, Владимир Напрячук, Новости ОТС. Архитекторы готовы прислушаться к мнению горожан в вопросе о том, как должны выглядеть парки и скверы столицы региона. Городостроители планируют в корне изменить облик популярных мест массового отдыха. Все территории абсолютно разные по природе, по размеру. То есть одинаковых двух нет. Все абсолютно практически идентичны по функционалу. То есть функционал районного парка культуры и отдыха. То есть аттракционы, причем еще советского времени, сцена плохая, ну такая вот инфраструктура. На самом деле, конечно, каждому из этих парков нужно определить свою роль. То есть не может быть одинаковый функционал в центральном парке, парке Кирова и у моря Обскова. По мнению архитекторов, например, летом на Верикопского моря многие приезжают на несколько дней. В основном на крупные арт-фестивали и соревнования. Значит, там должна быть прогулочная зона и гостиничный комплекс. А вот аттракционов минимум. Вместо них уютный сквер со скамейками, асфальтированные дорожки и удобный выход на пляж. А вот в самом мегаполисе должно быть наоборот. Каруселей больше, а деревьев меньше. Сейчас горожане активно принимают участие в уличных, телефонных и интернет-опросах. Мнение респондентов обещают учесть при создании концепции развития парков и скверов. Презентацию этой программы назначили на осень. У жильцов, недовольных работой управляющих компаний, есть месяц, чтобы без суда и лишнего лакита расстаться с организациями. В свою очередь, в эти же сроки компании обязаны получить лицензию на продолжение работы. Если к 1 мая документа не будет, руководители организации будут оштрафованы. Тему продолжит Юлия Федосеева. Указа Ильцовская подала заявление на искрение лицензии в государственную жилищную инспекцию. И предлагаем перечень домов, которые они в реестрах. В жилищной инспекции в этом месяце много бумажной работы. До 1 апреля все управляющие компании обязаны были подать документы на получение лицензии. А дальше серьезная проверка. Управляющая организация должна вести сайт и оповещать жильцов о текущих делах. Это стенды, то есть вся информация, доступность информации на стендах, причем для неограниченного круга лиц. Ответы граждан. Вот в период лицензирования мы смотрим, если гражданин обратился в управляющую компанию за предоставлением какой-то информации, разъяснением и так далее, и управляющая компания не дает этого. Это тоже является нарушением. Пока коммунальщики ждут решения экспертов, собственники могут воспользоваться моментом и сменить управляющую компанию. Нужно написать заявление в жилищную инспекцию. Правда, сроки ограничены. Пока идет лицензирование управляющей компании, надо успеть оформить бумаги. Активисты утверждают, поймать этот момент непросто. Вы же и в течение одного рабочего дня должны передать информацию в мэрию. Мэрия в течение одного рабочего дня должна довести информацию до администрации. А администрация в течение трех рабочих дней должна развешать объявления на подъездах, либо досках в подъездах. Ну, как видите, у нас пусто. Светлана Миронова посчитала, даже если в течение ближайших дней это уведомление здесь появится, сменить управляющую компанию уже вряд ли получится. И даже если принять в идеальном случае, что в течение трех рабочих дней все-таки какое-то объявление на этой двери появится, то это уже будет десятая. К десяти прибавим 10 дней до собрания. Уже двадцатая. Это мы 21-го только соберем очное. Если люди не собрались, мы 22-го уйдем в заочное. Дай бог, к 26-му мы отведем заочное. 27-го, 28-го мы будем считать. Если управляющая компания к этому времени уже получит лицензию, и дом уже включен в перечень ее подопечных, то и собственники потеряют право быстро и безболезненно уйти от организации. И тогда, как показывает практика, этот вопрос придется в течение нескольких лет решать в суде. Юлия Федосеева, Александр Егоров, Новости ОТС. Сегодня во всех российских школах провели уроки победы и мужества. Ученики готовили доклады об истории Великой Отечественной войны, слушали рассказы ветеранов, ходили на экскурсии в музеи. В Новосибирске в авиационном колледже шла прямая трансляция, в ходе которой министр образования Российской Федерации общался с учащимися. Во многих учебных заведениях уроки победы школьники придумали и провели сами. Кадеты этот музей очень хорошо знают. Очень хорошо знают, я считаю, и историю Великой Отечественной войны. И, в общем-то, для них многие моменты, как общеизвестные, и в отличие, может быть, от других учебных заведений, ну, они более тесно общаются на эти темы и между собой, и, в общем-то, когда возникают какие-то конференции. И в продолжении темы. Два месяца творческого поиска и погружения в историю. Ученики 2-й Новосибирской гимназии специально к уроку победы сняли свой первый фильм о войне. Что думает и как относится сегодняшнее поколение к событиям далеких сороковых? Увидел Сергей Толмачев. Камеру поддерживаешь, делаешь вот так вот на общем плане, и с коротким отъездом так и провожаешь. Советы семиклассницы Алине нужны редко. Она уже несколько лет снимает собственные сюжеты. Вы знаете, я не выкладываю свои работы, я в основном снимаю для школы. А почему не выкладываешь? Я не считаю, что то, что я снимаю, нужно показывать в Ютубе. Ко Дню Победы школьники сняли настоящее кино. По сценарию ребятам дали задание придумать концертный номер для ветеранов. Одна из героинь взялась написать стихи. Она стала общаться с ветеранами, она гуляла по монументу славы, с учителями нашими общалась. И так у нее постепенно родилось это стихотворение. И в итоге она выступила с ним на концерте, посвященном Дню Победы. Кино снимали с февраля. Всей творческой группой писали сценарий, а на туре для съемок были музеи, классы, городские улицы. Сегодня премьера. Первыми зрителями стали одноклассники. Фильм понравился. Да и стихи у главной героини в итоге получились проникновенными. Пусть давно отшумели военные грозы, И рядеет ряды ветеранов с годами. День великой победы, и радость, и слезы, Вечно сердце хранит благодарную память. Это кино они покажут еще не раз. И в школах, и на встречах с ветеранами. А в планах уже другие сценарии и съемки. Сергей Толмачев, Евгений Агеев. Новости ОТС. Еще об одном праздничном событии. Тур вальса вместо лекции по геодезии и картографии. Новосибирские студенты сегодня танцуют на балу ректора. В зале, где дамы приглашают кавалеров, находится и моя коллега Ксения Бородкина. Ксения, добрый вечер. Получилось ли у студентов воссоздать атмосферу 18 века? Здравствуйте, Екатерина. Сегодня в Государственном университете геосистемы технологий проходит бал ректора. Это уже шестое по счету такое мероприятие. В этом году его решили посвятить году литературы. Поэтому костюмы и танцевальные номера выступающих соответствуют эпохе 18-19 века. К этому мероприятию студенты готовились основательно. Несколько месяцев они репетировали свои танцевальные номера. И, конечно же, шили костюмы. Дамы сегодня в вечерних платьях, а кавалеры во фраках. Всего здесь представлено 15 делегаций. Они исполняют вальс. Во все подробности, кто стал победителем, вы узнаете сегодня в вечерних выпусках новостей на канале ОТС. Новосибирские велогонщики Самохваловы в лидерах Тура Кубани. Международная многодневная велогонка завершилась в Краснодарском крае. Первое место у спортсмена российской континентальной команды Итера Катюша Дмитрия Самохвалова. Второе у его брата и напарника по команде Антона. Еще один новосибирец Артем Овечкин. Третий в прологе Тура Кубани. За четыре дня гонщики преодолели 440 километров. Конкуренцию сибирякам составляли 150 участников из Украины, Белоруссии и Казахстана. На этом у меня все. Полная итоговая картина дня, как всегда, в итоговом выпуске в 21.30. Его проведет Ангелина Леденева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова